что же такое тут делается ты неожиданно не напишешь никогда понимаете у меня тут трещи какие-то что-то ты никогда не спрашиваешь а я врасплох застаешь меня Игнат Тихонович, сейчас я наушники включу не надо, не надо ничего, не надо уже раз зашел, все, не выходи не, я сейчас наушники включу давай, включай подожди-ка я на минутку сейчас я тут разберусь да 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 Продолжение следует... 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 И я, в общем, Господу сказал, Господи, мне уже это все надоело, уже нарастает опять Верни мне первую любовь, когда я в тебя поверил, принял тебя И, в общем-то, началось мое смирение Где-то мне 22 года было, вот так Я уже начал признавать, что без Господа я курить не могу, бросить Вот, и говорю, Господи, как вот мне бросить? Он мне начал там знаки давать, то есть впереди там на физкультуру определенную Ну и, в общем, я сейчас не пью, не курю, ничего, ну как бы матом не ругаюсь Вот, и у меня нужда была в молитве Я прям хотел молиться глубоко, не просто так вот, как-то поверхность Господи, дай вот это, дай вот то Я хотел реально слышать Господа Ну, как глубоко молиться И я нашел в Ветхом Завете молитву Ну, как вот по Скинии, как вот священник заходил в Скинию В общем, первым делом там медный жертвенник был Жертву приносили А сейчас, если Новый Завет, это значит, Иисус за наши грехи умер Дальше Иисус омывает Потом Дух Святой, как бы, без Духа Святого мы тоже, как бы, ничего не можем Отец нам хлеб подает Духовный на каждый день Вот, то есть я признаю перед ним, что вот он Ну, вывел меня из земли этой египетской, из этого рабства Вот, и То есть я был Не имел ни вида, ни величия такого вообще Прямо, а он меня сам нашел, как бы Не я вот такой крутой там в Бога поверил Вот И вот эта молитва подействовала Мне реально вот Бог ответил То, что вот реально вот он Иисус на небесах сейчас Но у меня всегда вопрос был Что он там делает сейчас Просто ли он туда вошел И вот он сейчас на небесах Или же вот он обители какие-то там создает Или же, может, он сейчас Какое-то служение там выполняет там Я не знаю Вот, я начал это все изучать И мне попалась Литература такая Елена Уайт То есть она подробно Описывает вообще вот Что сейчас происходит на небесах Потому что Вы слышите меня? Я слышу Вот, она подробно описала Как вот То, что сейчас вот Как Иисус в святилище заходил там То есть Что, какую он там работу сделал Что сейчас происходит Вот И поэтому я принял вот этот Субботний покой Не потому, что я там такой сектант Там что-то вот Зазомбировали меня Я тоже вот изучал Хотел, ну, найти вот эту истину И вот Елена Уайт мне подробно ответила на это Вот Вот если вы как бы сможете Ну, как бы вот вообще вот Истину вот эту донести Я с удовольствием С радостью приму там Православие То есть Вот так вот Ну, и что? Поможете разобраться, как она на самом деле? Так заходи и разбирайся У нас идут занятия А вы не приходите Мы молимся утрами Вы не приходите Поэтому вы думаете, как? Сейчас я вам форму какую-то дам И вы погрузитесь в это И выйдете здоровы И будет сила Нет, это труд Непрестанный Вот о чем говорили Поэтому не договаривайте что-то Вы сидели за что? Что за статья? Я сидел-то как Как разбойник Как угонный машин Вот это вот Сколько тебе давали? Три года Отсидел? Отсидел Ну, два года там С лишним По удову вышел Так, и товарищ Который вам верующий был Он кто? По вероисповеданию Пятидесятник Вот вы как-то говорите Все не договариваете Это главное Я бы это не спрашивал Если бы вы говорили Значит, уже как-то Что-то таитесь Вон, пятидесятник Ну, просто Сейчас порядок Я вас выслушал Точно на вопрос отвечайте И больше не надо пока Мы сейчас в храм идем молиться Дальше Елена Уайт А кто вам эту книгу дал? Я вот так же Вконтакте Общался В группах Вообще С верующими Потому что Меня мучил вопрос Я верю Да, Иисус на небесах Ну, что же Вот он там делает И попал на девушку На одну Вот И Как бы мы с ней Разговорились Вот И Я ей вопрос Такой задал То есть Не, мы сошлись Что Иисус на небесах Что он живой Да Я ей вопрос задаю А ты знаешь Что он там делает? Я говорит Знаю И И В общем Как бы Начала На вопросы Мне отвечать Я говорю А ты откуда узнала У тебя как откровение было Или как Нет Говорит Я вот Изучала труды Елену Вайт Она Была пророчицей То есть Ее видения Были То есть От Бога Я говорю А точно от Бога Там Понятно А повар не нужен А как вы вот сами думаете Она от Бога была А почему это от Бога Бог не открыл Никому Ни Златоусту Ни Апостолу Павлу Ни Серапину Саровскому Ни Сергею Радонежскому Ни Анна Кроша Никому не открыл А вот этой женщине Елену Вайт Он открыл А вы ей историю посмотрите Кто она такая Когда она начала пророчествовать Когда ей в лоб стукнули Камнем играли А у нее мозги стряслись Вот как ванга Поднял ветер Это все от сатаны А ты наполнили Мощность Глотал и глотал Эту блевотину Ну почему тебе Бог Не подсказывает А что на небе То есть я под носом Не знаю что делать На небе чем занимается Я вот 58 лет Как сознательно Познал по Евангелию И даже в мыслях Павел говорит Не видел глаз Не слышал уха Ни один глаз Не видел Не видел Ни в видении Ни в откровении Ни в порочстве Не видел Что это недостаточно И на сердце Не приходило Тут выдумать Что-то как Жюль Верн Говорят Или Мюнхгаузен Не видел Она все видела Одно я то говорю Что это ведьма Это ведьма Самая настоящая А почему Отошли на эту яву Миллера Который объявил Пришествие Христа И оно не совпало Это редкая секта Которая основана На лжи Прям сразу Основана Вот как в свете Илью Гу А основана Когда придет Христос С точностью Знаю 21 сентября 1841 года Он не пришел Снова пересчет На полгода ошибся Это написано Полночь А день это год Половина года И дальше ничего нет И менее продавали Вы посчитайте Марк Котвена Который это все Описывает Довольно известный писатель А вас как-то Сатана бьет и бьет У вас на руках Что там На колке На правой руке Да я в этом Раскаялся Ну раскаялся Да Я вопрос спрашиваю Коротко Это на колке у вас Да А на левой руке Да И на левой руке Тоже На левой руке А почему ты этого не стыдишься Зачем ты открыто Показываешь это Не я стыжусь это Так зачем ты показываешь Это людям то Когда писание Определенно Четко Я людям не показываю Я в рубашке Всегда хожу Тебе имя Никита Дана Ты победитель А ты ничего не побеждаешь Даже сейчас Узнал Я тебе сказал Я тогда Никогда Чтоб солнца твоих рук Не видел А поганиных Писание говорит Не делай надписи На теле своем Это храм божий И ты когда-то сделал Ну когда-то делал Теперь зачем же это показывает Наоборот Скрой А другой скажет А вот такой-то он верующий Ты соблазн подаешь И у тебя как-то не доходит У тебя совесть Как мертвая Я тоже не знал ничего Это он этого ничего не делал Ни машину чужую не залазил Ни надписи не делал Ни Елена Уайт не подошла Я ее изучал Я понимал Это страшный человек Ведьма В одной Америке Сегодня Вот у меня приезжал Здесь Вот в этой комнате Сидел Джастас Уолкер Американец тут Козлятину разводит 21 тысяча в Америке Сект разных Разных Это все Америка дает И тебя туда опять занесло Там 50-ник 50-ник это 100% беснующиеся Хотя я Библию получил У 50-ников Я адвентистов хорошо знаю У них выступал Я по всем Сектам Везде Слово Божье говорил Почему я проповедник И миссионер Так мать-то сказала мне Я в двухлетний Все запомнил Игнать Тихонович А вы хотите сказать Православной церкви Вот тоже очень много людей И каждый тоже От себя пытается Там чему-то научить Людей других Сейчас не надо это говорить Я за всех не отвечаю Я за себя отвечаю Я сегодня закончил Один материал И выставил его Тревожное состояние В церкви называется Ты зайди на наш Я могу даже тебе Скинуть этот материал Но только одно условие тебе В спокойной обстановке До одной буквы Просчитай Выпиши что Я там показываю Все нутро церкви Православной Все На основании Слова Божия Святых Отцов Мои комментарии Там В общей сложности 532 Это труд Капитальнейший На нем будут Докторские защищать Я сегодня Его закончил Успел Поставить в интернет Туда не несло Почему Внутренняя совесть А Златоуз говорит так Евангелие Вторично Я как просчитал И думаю Как он так понял Когда Евангелие На первом месте Нет Говорит На первом месте Совесть Евангелие Появилось Спустя 5508 лет А как же До этого действия Совесть То оправдывала То судила его Об этом говорится В 11 главе Послания к римлянам Ты ни одного слова Не должен говорить Даже об этом Сгладь Старое А у вас Ни разу Никаких видений Не было Никогда Ни одного слова Я не слышал Не было Ни одного Видения У меня Нигде не было Я молюсь И очень просто Вот это называется Четки Мусульман Это пятикратный намаз У нас в общей сложности Сутки Девять раз И после каждой молитвы Заканчиваешь Сто поклонов Из тебя Это дурнин Это живо вытрясется Девять раз в день Девятьсот поклонов А поклоны Сатана страшно Не любят Вот когда он интервью Дает Это все знают Ты не случайно Нашел нас Ты не случайно Бьешься ко мне Я тебя не привечаю Вижу в какой-то Расхлюпанный Время тратить на тебя Не хочет Потому что ты Ни с места Не сдвигаешься А вот докажи Совесть Зажать Найти Христа Там где церковь А какая это церковь Писятники В 1841 году 19 век А в это время Возникает Новое течение Они от баптистов Вышли А от адвентистов Седьмого дня Они называются Елена Уайт А от них теперь Свидетели Иегов И ты еще там Не бывал То есть Конца края Нету 21 тысяча Человек стоит Библию в руках Держит И все по-разному 21 тысяча Это полторы Дивизии И ни одного Одинакового нету А откуда возникли Даже с Мартина Лютера 16 век 1517 год Христос основал Церковь в первом веке Основал ее В Сионской горнице И Петр Вторую половину До язычников Бог отворил Половину Там первое деяние Вторая глава Это десятая глава Дом Корнилия Все Дальше иди работай Еще раз говорю Я постараюсь Тебе это скинуть Тревожное состояние Церкви Я о православии говорю Никого нет О сектах У меня целый том написан Как с ними беседовать Любой вопрос Как разрешать У меня не сотни Тысячи бесед И может Тысячи встреч Только вот Миссионерской поездки Мы 650 Остановок Сделали Где я выступал Моему опыту Ну просто Конца нет Почему Бог сделал Я себя Отрекся Куда он поведет меня Туда я иду У меня врагов Только За последние Два года Пришлось заблокировать 15 тысяч Черный список Занести На меня где-то 300 250 Роликов Только в интернете А что это Это величие награды Которые Бог готовит Гнали меня будут гнать и вас Радуйтесь и веселитесь Велика ваша награда Бог говорит так Я врагов не делал Они сами идут Притом Ну просто И мы сидим Обедаем И показываем Как в деревне Люди просят Покажите как обедать Вообще ничего нет И посещаемость Больше одного миллиона Зашло И из них Может 950 Только с ругательствами А почему Потому что То о чем мы говорим Пронзает человека Трогает его Он видит Все не такое Наша община Она одна такая В деревню строим Она одна такая На весь Советский Союз А может на весь мир Все супер уникальное Тот материал Который я даю Его нет нигде За 2000 лет Не появлялся никогда Этот материал Растолкователь Священного Писания Нового Завета Без откровения только Феофилакт Болгарский архиепископ Грек 900 лет Его издают Его недавно Переиздала Патриархия Я делаю ему Тщательный разбор Что если Игнат Тихонович Вы очень хорошо Все По плоти Рассказываете Я не по плоти Я про Город Феофилакта говорю Какой плоти Толкование Самое лучшее Она сказала Толкование Самое правильное Самое лучшее В мире А ты по плоти Ты не слушаешь Сидишь Не она Она сказала Самое лучшее Какой он взял От святых отцов От Златоустца Я впервые В него в торсе И 500 Получается 30 мест Показал Как надо понимать Это дело Его кто будет считать Он скажет Это Баптист Его за православного Даже не примут Он сам Сердцевину увидел Но не сказал Уходи от церкви Он сам архиепископ Православный Но он вскрыл Все езды Вот она Я понял Вот она Сказала В духе Она была поднята Ну как бы Видение Видела в духе Не может Видение быть Против Дого Божия Она не в церкви Какие видения Ты про Елену Уайт говоришь Там против Да Против слова Там ничего Вообще не сказано Как Кипрян Карпагенский Говорит Кому церковь Не мать Тому Бог Не отец Не ну вот Павел Павел Этот Да апостол Он тоже Он этого не видел Он этого не видел Он гнал Он гнал Он гнал Церковь Вообще гнал Спорит Кто ничего не знает А кто знает Он возвещает Истину Запомни Такой эпиграф Я тебе ответил Все на этом Ты Если хочешь Я тебе скину Материалы Второй Том Это беседа С сектантами Я выщиваю И тебе скину Сразу У тебя должна быть Программа Пейджмейкер Вы думаете Вы-то думаете Я нападаю Что ли на вас Не надо Я тебе сейчас отвечаю Никита Мне не надо Твою ересь Да я знаю Как вы думаете Вы думаете Я свою ересь Сейчас и на вас Хочу Перекину Да не надо Вашей ересь Когда я с ними Был вместе Они ко мне Надом приходили Руководители Что ты свою ересь Я хочу Найти Найти истину Хочу Ты найдешь Ты ее истины И я Ты ее не принимаешь Я к вам обращаюсь Я к вам обращаюсь Я к вам обращаюсь Истину в православии Два слова запомни И больше нигде не ищи Это церковь Христом основана В первом веке Спустя Ну что мне написать На лбу у себя Истину в православии Ты не слышишь И он говорит Я создам церковь Не церковь Церковь 16 глава 18 стих Евангелия от Матвея И вратада не одолеют А что вратада Толкование Ереси Гонители Вот и все По плоти Это у них Они знают Как есть Как заниматься гимнастикой Они это знают А у нас по плоти Мы никакого значения Не придаем Дал Бог здоровья Живу Так я тебе сейчас Скину это все Вопросов у тебя И нет никаких Баловство одно Так я тебе Скину материал И пока больше Мне не звони Хотя бы в течение месяца Время не тратить Я тебе дам Огромный материал Ты вникай в него До буковки Прочитай Ответ на все вопросы С диктантами Никита слушай Хорошо А давайте Я сейчас буду читать Закрой руки И чтобы тебя никто Больше не видел Сиди не отходи Сейчас расстаемся И все Давай помолимся Хорошо Господи Боже наш Слава Тебя Слава Тебя Господи Ты создал невесту свою Церковь Великие дела Господи Ты создал Свою Жить для Тебя Служить Тебя Жить для Тебя Найти Тебя Чтобы ее скитания Закончились С Тобою Найти эту истину И Чтобы приказились Эти скитания Отец, Сын и Святой Дух Аминь Богу слава Отец, Сын Святой Дух Аминь До свидания Да, все хорошо Сейчас не отходи только Сейчас материалы начнут тебе скидывать Ага Букты счет Но как раз Мамамамамамамамамамамамамамаме